Я включил запись, так? Я включил картинки природы в Псковской области. Я не ошибся, правильно? Так, далее. О чем мы будем сейчас с вами беседовать? Значит, уточняем. Дело в том, что, вы не поверите, мой фильм сыграл так, что из Ленинградской и Псковской области сразу несколько человек, как бы сказать, ну, не сказать, что ринулись в бой, но заинтересовались и моими этими технологиями, и моими семенами. Так вот, ну, вы один из первых. Значит, давайте уточним. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Анатольевич. А фамилию вы решили не говорить, кажется, да? Ну, да. Ладно, не надо, не надо. Так, мы с вами фильм сняли. Угу. Ого. Теперь смотрите, это будет очередная серия. Дело в том, что, если я ничего не напутал, во-первых, вы сделали крупный заказ, только одних косточек абрикоса, 1200, я вас ни с кем не спутал? Нет, не спутали. Это очень серьёзно, так? Вот. Дальше мы о чём говорили? Я говорю, три направления. Первое – производство плодов. Второе – это производство, то, что ещё легче, производство саженцев буквально за один сезон, а потом продажа. Ну, третье – это комбинированное, понятно, и то, и то, и маточисат, и так далее. Вот. И вдруг, казалось бы, всё ясно. Мне ясно. Мне давно всё ясно. Вот. И вдруг вы задали вопрос. А эти самые плоды-то, которые будут, тут же сразу, даже не вы, а будем считать, что я считаю своим долгом, несколько вопросов ответить. Первое – это лёжкость, транспортабельность. Надо же знать. Дальше, значит, спрос какой будет. Поэтому я сейчас на многие вопросы придётся отвечать не мне, а вам, уже по месту. Там уже потратившись. Ну, что такое 1200 косточек? Это со скидками уже больше 20 тысяч. Да, со скидками. Это деньги, правильно? И тогда я приготовился к нашему разговору. Я попросил отсрочку. Смотрите, то, что я буду говорить, эта информация полезна не только вам и всем. Почему? Она у меня копилась годами, десятилетиями. Я имею моральное право делиться со всей страной. Первое. 1985 год. Я на рынке, у меня уже есть участок, я уже засаживаю саженцами. Первый раз засадил негодными. Черешня оказалась кисловишней. Ну, долго-долго объяснять. Но я на рынке посёлки Майна. Сейчас поймёте, почему я… Ну, немного, 10 минут потрачу. Значит, я… Ну, там у нас это… Вся медицина была тогда, завод строился. И вот я на рынке. Стоит человек 40. Перед каждым по нескольку вёдер. До 10 вёдер. Слив. Всех цветов радуги. Красивейшие. Вкуснейшие. Я нескольких пробовал. Я горьких не нашёл, кислых не нашёл. И… Тоска. И все ждут, когда я единственный покупатель что-то куплю. Вот это было… Это… Уиспытание. У кого выбрать. И глаза разбежались. Но главное не это. Не приехал скупщик. Понимаете? И вот это вот целое… Пол посёлки Майны. А куда они потом их делают? Ну, продаст каждый по ведру, по литру. Остальное выбрасывают. Почему? 1993 год. Субботина. Приезжаю знакомиться с суперпрофессионалами. С самой Байковой. Директором ГСУ. Где этот самый… Автор настоящих… Настоящих, подчёркиваю, этих сортов. Вот. У них большой сад из слив. Опять же. Этих же самых… Этих же. Вот. Стоит машина. Наполовину заполненная этими ящиками со сливами. Нижние уже текут. А они ещё только грузят. Понимаете? Вот. Вот. Я… Помните, как я сказал? Да я лучше вас отговорю, чем это. Вы потом будете так же, как это… Директор бегает. Её муж, он же её заместитель, её муж. Этой Байковой. Мы с ней дружнее. Я не имею права говорить, как есть. Вот. Работяги. Уникальный сад. Сумасшедшее урожай этих китайских слив. И… Что они там довезут до Минусинска, до конфетной фабрики? Я не знаю. Вот. Вот это момент. Так. Дальше. Значит, меня задают вопрос. А ваши абрикосы? А у вас есть среди них транспортабельные, лёжкие? Я говорю, да, есть. А косточки, которые вы купите, они гибридные. Вы понимаете? Это значит, что папа лёжкий, мама не лёжкая. Мама лёжкая, папа не лёжкий. Вот этот момент. Следующий момент. Значит, 1986 год. Значит, появляется… Ничего я это говорю. У нас вся страна должна слышать. Опыт уникален. Вот. У нас же не так хорошо со своими плодами. Правильно? В 1986 год. Появляется кооператив «Иний». Начинает скупку вишен. Вишни китайского, вишни волосы были в каждом саду. Это потом всё похерили. То сдохло, а новых уже нет и никогда не будет. Вместо них вот рынок. Знаете, яблоки на фотографиях. Яблоки размером с арбуз. Вы понимаете? Кто станет покупать мелочёвку? Так вот. Эти… Мишин было море. На этих самых… На… Как они называются? На… Сейчас на экране высветился тоже Псков. Конкурент и конкурент. Но те, которые… Это… Решил вас превзойти раз в пять. Это вы виноваты. Не надо было фильм снимать со мной. Ладно. Это потом. Итак. Значит. Получилось следующее. Значит. Волочных вишен море. На рынке их море. Появляется «Иний» и все понесли туда. Одно дело с утра до вечера на «Лик» стоять. Другое дело тебя принимают. Принимали целый год. Вот. Потом начали принимать и замораживать этот же кооператив. Сливу китайскую. Эту же. А уже, получается, не течёт, не гниёт. Правильно? Раз заморажив. Покупил у вас ведро. Заморозил. Купил десять ведро. Заморозил. Весь я на гор скинулся. Садить вот этого. И молочную вишню. И она легко. Она легко размножается. И эти же китайские сливы. У них же корневых отводок. У каждого, если лень косить, то по пятьдесят, по двадцать. Вот. Быстренько вырастили гений. Этот самый. Взял кредиты и начал торговать мебелью. Весь слив оказался никому не нужна. И рынок опять переполнен. И никому не нужна. Дальше ещё не всё сказал. Вот. Прошлый год. Позапрошлый год. Значит, ну это самое. Пожалуйста, один товарищ наш, отечественник. Деталей не буду. Что, значит, у него всего 26 обработок яда. В отличие от этих самых южных стран, где 40, да? Уже плюс. Вот. Но ничего не можно сделать без холодильных установок. Этих хитрят в холодильниках. Ну, он как бы сравнивает наш импорт. Вы же с этим столкнётесь. У вас же заказ не будет. Вот. Импорт получается так. В холодильных установках держат до зимы. Зимой цены подскакивают. И они торгуют у нас в России. А наших в холодильниках установок нет. А это же дорого. А возьми кредиты и ставь себе штанов. Ну, так или не так? Вот этот ещё минус. Специально говорю. Минус. Специально говорю. Проблемы будут с охраной. Потому что это самое. Я ещё один случай расскажу. Я обязан это говорить. Потому что я не хочу вас подставлять. Бельский сад. Больщин Саяногорска. 40 километров. Пусть там не было такой роскоши, как в моём саду. Но те же сливы, вишни, смородина, малина. Все это. Человек приезжает. Пять водер собрал. Шестое себе. Пять водер собрал. Шестое себе. Всё было. Потом всё рухнуло. Государства ещё нет. Берут, как это называется, в частные руки. Вот. Пять человек берёт. Решили продолжать. Ну, имеют право. Колхоз развалился. Ну, доли, доли. Как они? Паи выкупили. Вот. И тут началось такое дикое морозство. Ребята, потом они бросили всё и на завод устроились. Вот. И вот один из них приходит ко мне в кабинет и говорит, а я принимал на завод. Ну, я это, все часть моей работы. Значит, Константинович, Валерий Константинович, хотите, я на колени встану? А я же уже, мне завод знал, что я взял пять гектар. Хотите? Не вздумайте. Не спасётесь вы от этого воровства. Ну, всё. Так, по-новой. Как вас зовут? Извините. Алексей Анатольевич. Алексей Анатольевич. Я ещё пять раз спрошу. Мне держится память. Алексей. Так. Вот это все минусы. Теперь так. Плюсы. Значит, у меня время от времени есть люди, которые говорят, я приеду, скуплю ваш урожай. Но я урожай не продаю. После пяти гектаров с пожаров я сейчас полгектара. И я только угощаю всех. Прежде чем купить саженец, я угощаю так, что потом человек не считает, что это недорого. Тысяча или две тысячи рублей. Понимаете? Вот это Сергей угощает, да? Вот это проблема. Дальше. Местный рынок, он очень такой необъективный. Я последний довод привожу со своей... У них много. И последний. Итак, три года назад, Абакан. 60 поездок в течение двух лет. Ну, это связано было с бедой. Я возил человека, которого лечился там. Ну, тяжёлая травма. А я целыми днями, пока его лечат, я болтаюсь. Я рассмотрел, снимал фильмы. Я видел, какие продают саженцы, фальшивки. В основном фальшивки, сами понимаете. Вот. Вряд стоит в глазах, что местные. Ну, а меня железо, представляете? Вот. Ладно, это ладно. Но дело с чего другого. Я прихожу на рынок, а у меня был этот самый... Ваулин, это мой главный козырь, который вырастил в мои сеяцы. Мои, подчёркиваю. Я ему выслал в сеяцы. По 30 рублей. С мясом будете. Штука. Размером с карандаш. Вот. Вырастил, получил урожай. Урожай предельный. Сенсация. Уступал на симпозиумах, реферации. Есть, всё есть. Прекрасные результаты. Маньчжорцы, но уже полукультурные. Вот. До 30 грамм, там 38. Сладкие. Это... Сладкие. Ну, по его понятию, вообще сладкие. Он не передо мной отчитывался. Он просто забыл сказать, чьи они. Вот. Ну, а отчитывался там, в своих кругах. Вот. Выступал с докладами. И вот, что я к чему говорю. Он меня попросил, значит, раздобыть ему половину от меня. Эти же самые маньчжорцы. Он не стал с культурными связываться. А его нужно было отчитываться, да ещё, чтобы они не были привиты, ни подвоем, ни привоем. Ну, то есть, как можно чище. Ну, вот, косточка и всё. С маньчжорского абрикоса. Я ему это... И присылает мне 20 тысяч. Я на 10 тысяч своих ему выслал. Так. Я рассказываю всё как есть. Он же не скажет, что это всё враньё. Вот. Вот. У меня справка есть. Представил документ, что я представляю институт. Вы представляете? Я хожу и говорю. Вот видите? Я представитель Мятского института Челябинской академии. И вот, а вторую половину, 10 тысяч, это там по 20 рублей, это 500 косточек, я собирал по, можно догадать, по абокаду. Это он попросил. Ну, чтобы пошире результаты. А там, в основном, заселье было чьих? Этих самых, байкаловских. А ему нужны дикари. И я специально ходил, выбирал что попроще. Ну, тут всё-таки я по порядочности человек. Вот. Не поверите. Хе-хе-хе. Ладно. Слушайте, я разговорился. Дальше что? Я хожу по рынку, подхожу, отборные абрикосы. Я спрашиваю чьи? С посёлка Майны. Я говорю, дайте адрес. Я знаю весь посёлок Майны это. Тут выясняется, что, ну, наконец, раскрывается. С Киргизии или там с Узбекистана и Таджикистана. Второй, третий. Я не мог понять. Ещё, когда я сюда приехал, когда у нас уже мы продавали свои абрикосы. И появились абрикосы культурные. Мы продавали свои. Ведро наших яблок стоило, допустим, скупщики у нас принимали по 50 рублей. Ну, мои 80, у меня шикарные яблоки. А у них килограмм стоило 50 рублей. Или 80. То есть, соотношение было 5 к 1, 10 к 1. Настолько не ценились наши местные. А вот теперь перейдёт ли эта тенденция к вам или нет? Прошли годы. Люди перестали покупать у них прекрасные, калиброванные. Подчёркиваю, калиброванные. Один к одному. Ни одного испорченного. Абрикосы. Ну, яблоки само собой. Я сейчас про абрикосы. А у них получилось следующее. Они с каждым годом всё, что на рынке привозили не только сразу в супермаркет, а просто привозили. И вот выяснилось, что у них перестали брать. И что они сделали? Они переначали мою фамилию. Теперь я Железовский. Запомните. Вот. И оказывается, всё это один от Железовского, второй от Железовского. У меня столько абрикосов срода не было, сколько они продавали от моего имени. Представляете? Ну, теперь получилось так. Наши стали котироваться. Прекрасно покупают у нас. Они стоят вдоль дорог. У нас осталось 10% того, что было. Но это хватило, чтобы человек проехал и мог увидеть одновременно. Ну, по всей трассе там 20-30 километров. Он мог увидеть одновременно 20-50 вёдер. На второй день 20-50 вёдер уже других. Ну, на рынке, может, за всё время продано сотни вёдер. Это мизер. Но берут. А ещё депрессивный регион. У нас же денег нет у людей. Они смотрят, облизываются, а купить не могут вёдра. Это же. Цена вёдра подскочила до 1000 рублей. А когда-то не могли. Ну, понимаете, что наши берут, а у них пока не соврёт, что Железовского, у них не берут. Вот всё, я всё сказал. Теперь вам придётся с этой информацией жить. Значит, вы хотели купить 1200 штук, половину из них, те, которые я называю подвойным. Они и так хороши, они и так будут покупать. Ну, пример же с этими. Знаете, что? Если ещё одну серию делать, ещё одну, тогда я бы подготовил фотографии в ауле. Ну, не так поверите. Вот. Ну, поверим. Поверим. Крупные, достаточно крупные. По его словам, все вкусные. Так. И что получается? Вот со всей этой информацией вам жить. Изучите рынок. А потом уже думает, 1200 штук, это по 20 рублей, это уже по это. Ну, сами считаете. Вот. Дальше. Ещё. Я не всё сказал. Я готовился к этому разговору. И, значит, обязательно немножко персиков для понту. Немножко этих черешен. Если не будет персики, черешни, не будет, это самое, роскошных, огромных абрикосов, у вас будущего не будет. Можно всю жизнь покупать. У меня каждую весну там по тысяче костик вырастил, продал эту тысячу. До следующего. И есть такие люди. В следующий год опять весной купил, продал. Ну, если и купят. Я считаю так. Если даже по 300 рублей, уже получается ретабельность. А хорошо бы в вашем мегаполисе рядом по тысяче продавать непривитые мажорские абрикосы. И главный морду бить не будут. Во улице мне морду бить не стал. Он захвастается теперь везде и всюду моими. Директор института. Ага. Ага. Вот договорил. Скажите, а как покупают непривитые саженцы? Дело в том, что там у вас как? Есть солидный путь. Например, косточки будут наклевываться. Вы их будете садить сразу в ведра или в горшки. Минимальный размер горшка – 7 литров. Минимальный. Они стандартные. Да их можно почти назвать цветочные. Только когда их много, они дешевые. Оптом скупаете. Вот. Начинают с 7 литров. Вот. Это у нас семечка. Косточка в нее вырастет. Это очень круто. Когда вырастает. Это там у вас на рынке, ваши соседи будут продавать как? Дерни, а он выскочит. То есть, они перед продажей вставляют горшки и южный импорт толкает людям. Возьмите цены. Ну, если яблони в Финске тут же в Ленинграде продают по 8 тысяч, я не могу понять, кто покупает. Но они бы не продавались, если бы не покупали. Мало их покупают. Так они для чего везут? Значит, покупают? Ну, покупают. У кого денег делают. Вам такие нужны. Значит, Брэд – это фамилия Жерезова. Так? Брэд. Потому что вы поможете как? Значит, ну, допустим, с вами ноутбук. Открыли. Фотогалерея Жерезова. Сейчас я ее покажу для всех. И пока эту серию закончим, потому что я не совсем здоров. Бывает, говорю-говорю, а потом лежу пластом. Вот так это я не сюда попал. Вот сюда. Вот фотогалерея. И вы можете сказать, это все родители тех косточек, из которых выросли семена, даже не привитые. Вот их родители. Вот эти вот. Вот. Ну, а вы как хотели? Помните, вы решили половину этих самых сыновей Жерезова? Вторая половина… Посмотрите, бай в наших краях, 50 лет бай в наших краях живет, да? Вот. 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 И ваш климат этот, фу. Тем более, ну, сами понимаете, он приехал с этого, с Дальнего Востока. У вас такой, у вас другой край этого самого континента. Условия одинаковые с Приморскими. Откуда бай? Вот. Такие примеры. Амур оттуда. Серафим оттуда. Академик оттуда. Ну, а там чего вырастет? Вот видите, это ко мне приехало телевидение. А как приехало? Вот мне подарки привезли, видите? Для чего? Опрыскивать. А я говорю, зря деньги потратили. Ну, потому что я не опрыскиваю. Вот. Самая щадящая технология – минимальные расходы. Вот. Я вам говорю, будете посадить, и когда будете садить, почву перекапывать, участок не перепахивать. С этого начинаются беды в садах. Не перепахивать. Природа десятки лет могла для вас готовить специальную почву, с ходами, с червями, с аэрацией, с канализацией. Вот. А вы возьмете ее, перепашите, и все к чертовой матери. И жди потом. Но там, где будут расти плотными рядами сеянцы, именно сеянцы мальдзурского абрикоса на продажу. Именно их рекомендуют на продажу. Можно и академика вырастить, продать. А вместо 120 граммов он будет 50 граммов, а борду набьют. А за эти не жалко. За сеянцы мальдзурцы. Они отроды вот такие вот. Вот такие вот. Я подобрал фотографии. Ну, кто на это обидится? Ну, кто? Так. Доклад окончен. Так. Что теперь? По-моему, я вас это... Себе много сразу информации выложил. Да нет. Ну, а все, запись закончилась? Дело в том, что я отвечаю на конкретный вопрос, но не смог ответить точно. Надо ли вам заниматься промышленным садом, как для производства фруктов? Или это как побочий продукт? Один год пусто, другой год вы будете думать, как спасти урожай от этого. Вот. Абрикосы быстро портятся. Ну, зато ваши будут не отравлены этим ботоксом и прочим. Вы же не собираетесь их травить? Ну, смотри, у нас в планах есть еще такой раздел, как переработка. О-хо-хо-хо-хо-хо. Ой, наконец-то я что слышал, что это умное. Ну, то есть, урожай, если мы понимаем, что он не будет каждый раз максимальным, да, но скажите, вот где-то, ну, минимально 30 килограмм с дерева абрикосов, это, ну, вот, я понимаю, это минимум, когда, ну, не совсем уже, допустим, когда кризм. Давайте так, урожай будет нарастать постепенно, да? Я, вот, например, я сейчас, знаете что, я не могу сию минуту открыть этот самый реферат того же самого директора института. Знаете почему? Там у меня рядом полно всяких паролей, меня уже брат ругал за это. Вот. Поэтому, чтобы туда попасть, в сильном удилище, люди увидят много. А там что? Там написано от 28, да. А дальше я сделаю. А я сейчас остановлю запись и подготовлю этот самый, конкретную информацию, а вы прикиньте для себя, хорошо? Ну, давайте, да, остановим запись, просто у меня там еще есть личные вопросы. Ну, давайте, нет, или сейчас я немного еще и закончу. Нет, раз еще вопросы, я опять буду говорить полстая. Я останавливаю запись и через минуту продолжу. Сейчас я подготовлю эту. Я останавливаю запись. Это будет серия за номером... Мы с вами одну или две серии сняли? Две, по-моему. Мы уже три или четыре сняли. Да, ну, уже. Ладно, это очередная серия. Все, я отключаюсь и скоро включусь. Поехали. 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 Поехали.